Ангелине Лебедевой и Михаилу Тишину, воспитанникам детского дома номер один, уходящий год запомнится надолго. Девочка давно мечтала о наборе для рисования, а Михаилу нравится собирать машинки и роботов из конструктора. О своих мечтах они рассказали в открытках, которые повесили на елку желаний. У меня такое хобби, мне интересно заниматься с ним. У меня две коробки уже стоят. Я иногда сам придумала, я вот роботы недавно построила. У ребят, несмотря на юный возраст, очень много увлечений. Шестилетняя Ангелина часто делает поделки, уже проявляет интерес к книгам и мечтает стать художником. А 11-летний Михаил занимается танцами и играет в шахматы. Они очень любят заниматься творчеством, фантазируют они. Я всегда стараюсь им подобрать такие работы, чтобы им очень нравилось. Они с большим удовольствием этим занимаются. Детки в нашем доме считают его своим домом. Их желание исполнила глава Самары Елена Лапушкина. Каждый год городские власти и самарские депутаты исполняют мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня наши детки, которые участвовали в открытии елки, пришли сюда посмотреть на новую красивую библиотеку и получить от Деда Мороза заветные свои игрушки, которые они заказали на елке желания. Чтобы получить подарки, нужно было хорошенько потрудиться. Ребята проявили знания и смекалку, разгадывали загадки и вспоминали названия известных сказок. Нос – съедобная морковка. А к Морозу он привык. На голове его ведерко тоже это. Смекалка. Вручил подарки ребятам главный новогодний волшебник – Дедушка Мороз. Это Ангелине подарок. Это подарок Ангелиине. Вот. А это вот подарок Миши. Вот давай посмотрим. Вот Миша, вот конструктор. Также ребята поучаствовали в мастер-классе по изготовлению символа наступающего года – кролика. Уголочек ровненький, чтобы были ушки красивые у зайчика. Так, все ровно у тебя. Разворачиваем и складываем теперь в другую сторону. В этом году на «Елку желаний» открытки повесили 547 детей. До Нового года мечта каждого из них сбудется. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.